Всем привет! Есть очень интересное выступление в Бундестаге Готфрида Курьева, депутата от фракции АФД, которое я предлагаю сейчас посмотреть. Выступление и заявление касаются беженцев Германии, а также результата саммита по вопросам предоставления убежища между федеральным правительством Германии и правительствами земель, ну и партией Христианско-демократический Союз Германии. Кстати, не забудьте в комментариях написать ваше мнение касательно этого выступления и всех этих заявлений. Так что подписывайтесь на канал, кнопка подписаться внизу под этим видео, поделитесь этим роликом в ваших соцсетях и давайте к делу! Уважаемый президент, дамы и господа, он должен узнать вас по вашим словам. Название текущего часа гласит, принять решительные меры по ограничению нелегальной миграции. Союзу даже не удается назвать незаконную миграцию по имени. Пожалуйста, как вы собираетесь действовать решительно? И почему только сейчас сразу? Возможно не столько из-за собственного понимания, сколько потому, что население наконец-то насытилось и хочет реального решения миграционного кризиса. Хочет через ад, как показывают опросы дамы и господа. Меры, принятые на саммите конфедерации штатов, это просто обман зрения. Для эффективных действий не хватает политической воли. Было решено только то, что на массовую миграцию должно направляться больше налоговых денег. Это должно способствовать только продолжению неправильной политики. Пока существуют такие инициативы, как программа добровольного приема афганцев, все это является ничем иным, как издевательством над населением дамы и господа. Но канцлер в неловком самообвинении показывает, что он захвачен. Это очень исторический момент. Но документально подтверждена только воля просто продолжать курс на прекращение миграционного хаоса без каких-либо сомнений. Соглашения о репатриации не существует. Сплошная пограничная охрана? Ложная информация. Давайте проясним, что такое бегство и что такое экономическая миграция. Пирожное с начинкой. У вас ничего нет. Они пустые. Вы и так смеете выступать перед публикой. Это ужасно, дамы и господа. Весь этот формат был введен вообще только в качестве демонстрационной даты для правительственной пропагандистской машины, проведенной без каких-либо полномочий по принятию решений. Чтобы просто продолжать поддерживать миграционный хаос. Конечно, с помощью несуществующих денег, финансируемых исключительно за счет долга и так далее. Поистине исторический момент. Момент исторической неудачи, дамы и господа. Насколько все это ценно, показывают протоколные заявления стран. Бремен и Тюрингия вовсе не хотят переходить на услуги натурой. Тюрингия и Нижняя Саксония выступают процедур предоставления убежища за пределами Германии. Но в любом случае их не существует. И из-за ускорения процедур до шести или даже трех месяцев. Если бы это был документ, на котором это написано, разве вам не пришлось бы принимать параллельные правила для процедур продолжительностью до тридцати шести месяцев? На самом деле там ничего не происходит. И, пожалуйста, быстрые решения ни к чему не приведут, если не будут четко определены критерии принятия решений. Потому что о чем мы вообще говорим? Преследуемый по политическим мотивам, правда? До гражданской войны? Бежавший? В самом деле? Отразите это в конце концов. Представьте себе беспорядки в Германии. В лучшем случае они переберутся в Данию, Нидерланды, Австрию. Но, пожалуйста, не в Сирию, Афганистан, Нигерию. Это было бы абсурдно. Конечно, никто больше не бежит после того, как достиг первой безопасной соседней страны. После этого не остается ничего, что нуждалось бы в защите, и даже не на что смотреть. Любой, кто прибывает из безопасной третьей страны, то есть любой, кто въезжает в страну, в которой въезд запрещен. Просто следуйте закону о предоставлении убежища, дамы и господа. Защита внешних границ ЕС наконец должна перейти от функции простого швейцара к надежной защите. И нам нужны эффективные меры по депортации. Тот, кто отвергнут, не должен быть терпимым. Государства происхождения должны стремиться к сотрудничеству любыми средствами, начиная от выдачи виз, экономического сотрудничества, помощи в целях развития. Все факторы притяжения должны быть устранены. Никаких денежных пособий или предоставления убежища без документов, удостоверяющих личность. Никаких программ добровольной регистрации или возвращения семей для лиц, имеющих право на дополнительную защиту, никакого постоянного статуса защиты при посещении Родины. Никакой принципиальной остановки для депортации в Сирию или Афганистан. Никаких пособий просителям убежища выше среднего по Европе или терпимости к внутриевропейской вторичной миграции. Вы должны захотеть этого. Мы, и только мы, как АТК, готовы, дамы и господа. Германию беспокоит то, что лица, ищущие убежище в безопасном африканском государстве, могут подать прошение о предоставлении убежища в Германии. И тогда нам все равно придется отвечать за это, говорится в заявлении АТК. Жилье и снабжение оплачиваются. Лица, прибывшие в уже безопасное государство, больше не имеют ни малейшего повода для дальнейших действий, а с другого континента уже трижды нет. Немецкому населению достаточно, и Союз хочет вскочить на подножку, чтобы доставить подобное после выборов, в целях самопроверки устанавливает такой текущий час. Чтобы только потом в ток-шоу зачитывать наши требования АТК, следуя лозунгу, сначала отвергни, а потом копируй, как только это возможно. Эти люди сделали так, чтобы на наших землях было провозглашено государство халифат. То, что нам нужно сейчас, это не только немедленная остановка незаконной миграции. Нам нужна реальная, реальная репатриация, полная депортация. Нам нужна, дамы и господа, наконец, настоящая реммиграция. Я благодарю вас. Итак, эмоциональное и интересное получилось выступление, и особенно интересный момент получился с ЦДУ и халифатом. Но и других заявлений и претензий тоже было немало. Так что давайте теперь обсудим все эти моменты, а также заявления и предложения Готфрида Курио в комментариях под видео. Думаю, что вам есть что сказать. На этом все. Подписывайтесь на канал, кнопка подписаться внизу под этим видео. Поделитесь этим роликом в ваших соцсетях. Спасибо всем за просмотр и за внимание. Берегите себя. До новых встреч. Пока-пока.